Лицкий хлебозавод Лицкий хлебозавод В школах и больницах начался отопительный сезон Люди наши очень постарались, чтобы вовремя дать тепло И чтобы больным было комфортно и удобно проводить лечение Мы выбираем помощь пожилым людям Волонтеры Белорусского республиканского союза молодежи Выполняют просьбы одиноких и одиноко проживающих пенсионеров Мы в основном убираем дворы, копаем огороды Усы, лапы и хвосты во всем мире сегодня обсуждают права братьев наших меньших Самая главная задача – отвезти к ветеринару Отвезти к ветеринару, проверить на наличие инфекционных заболеваний Голосуйте за земляка От нас зависит, станет ли ильичанин Богдан Мишкинь Победителем слушательских симпатий Республиканского конкурса эстрадных исполнителей Белазовский аккорд А сейчас обо всем по порядку и подробнее Отопительный сезон на Гродненщине открыт Со вчерашнего дня батареи потеплели в детских садах, школах, больницах В социальных учреждениях, музеях, библиотеках и архивах Системы отопления в таких учреждениях были включены и в Лицком районе Сегодня в них столбик термометра поднялся выше плюс 18 градусов Кто уже наслаждается теплом, узнавала Оксана Банцевич О, ребята, уже нам тепло, да? Генрих Семак – один из 47 проживающих в Лицком отделении Круглосуточного пребывания для пожилых людей и инвалидов Сюда он попал в 2015 году после автокатастрофы В которой остался без обеих ног Мужчина говорит, что вместе с ним в социальном учреждении В основном живут люди преклонного возраста Многие имеют проблемы со здоровьем Поэтому нуждаются не только в уходе и в душевном тепле Но и в комфортных условиях В осенне-зимний период в это понятие входит и отопление Почти что уже надо было Надо было тепло Ну вот, с радарей, спасибо Работники соц. учреждения берут на себя заботу о стариках и инвалидах В самые проблемные для них поры года Предоставляя не только временный кровь Но и доврачебную медицинскую помощь в комфортных условиях По состоянию здоровья они, конечно, требуют повышенного тепла Потому что сосуды мерзнут Поэтому каждый год у нас в числе первых Подключают отопление Чтобы нашим старичкам было тепло Все комнаты у нас проверены Отопление работает Неполадок в этом году не было Потеплели батареи в медицинских учреждениях Лиды Илитского района Во вторник отопление было включено во всех корпусах районной больницы Двух городских поликлиниках Кожно-венерологическом и туберкулезном диспансерах Врачебных амбулаториях И в шести и семи участковых больницах Сегодня тепло пришло в районную поликлинику Психоневрологический диспансер И на станцию скорой неотложной медицинской помощи Подключали отопление две бригады Одна бригада у нас в стационаре Где было у нас 11 корпусов И надо было их естественно подключить Вторая бригада выехала в город В городе у нас тоже очень много учреждений Там у нас и поликлиники И диспансера Кроме города и стационара У нас очень много зданий в районе И Белица, и Ваверка, и Тарнова, и Березовка И очень много других зданий Где пришлось тоже поработать и включить отопление Ну есть небольшие трудности Как например по Первомайской участковой больнице Мы включили отопление На стационаре люди греются Но в амбулатории есть маленький там порыв Мы его конечно постараемся За пару дней его устранить Чтобы и там людям было тепло Во вторник тепло пришло и в детские сады и школы В Лидилийском районе К работе в предстоящий отопительный период Все 84 учреждения образования Были готовы заранее Еще до 1 сентября Они получили паспорта готовности И как только на улице Значительно похолодало И было дано распоряжение включить отопление Батареи сразу же потеплели Уже к концу рабочего дня И дети, и педагоги почувствовали Что температура в помещении стала выше Сегодня идет подключение отопления в школе В главном корпусе уже батареи стали теплые Рабочие подключают отопление в корпусе начальных классов На вчерашний день температура в наших учебных кабинетах Составляла 18-19 градусов В кабинетах начальной школы было 17-18 градусов Включение в отопление, естественно, температура станет более комфортной И для учебы детей будет у нас лучший температурный режим В летний период в детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования А также в детском социальном приюте И центре коррекционно развивающего обучения и реабилитации Была проведена большая подготовительная работа От ремонтированной системы теплоэлектроснабжения И выполнены испытания систем внутреннего и наружного теплоснабжения На данные работы из районного бюджета было затрачено более 700 тысяч рублей Предпринятые меры позволили в течение вторника и среды Включить отопление во всех учреждениях образования региона Я хочу сказать, что сегодняшний мониторинг температурного режима в группах Показал, что в группах температура плюс 22 градуса В музыкальном плюс 20, в физкультурном зале плюс 19, что соответствует норме СанПИНА В учреждениях образования отопление включается, если среднесуточная температура За окном в течение пяти дней не превышает 10 градусов При таких же условиях подается отопление у библиотеки, архивы и музеи Сейчас в основных фондах Лидского историка художественного музея Хранится порядка 45 тысяч экспонатов И еще около 7 тысяч во вспомогательных Колебания температуры и влажность воздуха особенно опасны для них У нас в музее хранятся различные предметы Также выставки стационарные и постоянные Это современное искусство края Много предметов находится в фондах хранилища, которые требуют определенного ухода И поэтому мы получили сейчас тепло И мы сможем сохранять эти предметы на долгие-долгие годы для наших посетителей Отопление в жилом фонде включается, если среднесуточная температура наружного воздуха В течение пяти дней не превышает 8 градусов В Лиде такая была в течение четырех предыдущих суток Однако за сегодня итоговая цифра, говорят лидские метеорологи, будет выше В целом же, по прогнозам синоптиков по Гродненской области На этой неделе минусовых ночных температур не предвидится Днем во второй половине недели прогнозируется до плюс 13 На следующей неделе синоптики обещают незначительное потепление Мы выбираем помощь пожилым людям Так называется акция, которую инициировал Белорусский Республиканский Союз Молодежи И которая проводится круглый год Ее главная цель – помощь пожилым людям Причем быть она может разной БРСМовцы при необходимости выполнят работу и по дому, и в огороде К акции «Мы выбираем помощь пожилым людям» присоединились все учреждения образования личины Как справляются задачи активисты БРСМ 11-й школы, расскажет Анастасия Хрещанович Каждому человеку час от часу потребна допомога Особливо, когда он уже устал ему взрослась Пенсионерам здоровье не за все дозволяется заниматься огородом и домашними справами И тут на допомогу приходят активисты Белорусского Республиканского Союза Молодежи В рамках акции «Мы выбираем помощь пожилым людям» На протяжении года они наведывают одиноких и тех, кто живет один И выполняют их доучения У Лидии куратором акции выступает райкам БРСМ Пенсионеры могут вернуться до его специалистов и покинуть заявку Тые передадут информацию членам волонтерского руха БРСМ «Доброе сердце» Якие отправятся на допомогу Акция «Мы выбираем помощь пожилым людям» проходит в течение года В осенний период это работа на ярмарках Также на уборке при усадебных участках Также зимой, в зимний период ребята оказывают помощь по уборке при дворовой территории Частей за все волонтерам «Доброго сердца» доводится працевать на огороде Переносить разные тяжкие вещи и проводить уборку квартиры В этом году по допомогу у Лидии куратором БРСМ Свернулося 12 человек Акция «Мы выбираем помощь пожилым людям» Она является актуальной И целью данной акции является привлечение молодежи к проблемам пожилых людей И учащаяся молодежь Но не только учащаяся, но и работающая молодежь активно старается принять участие в акции и оказать помощь людям Некольких годов тому у 11-й Лидской школе в рамках волонтерского руха «Доброе сердце» был створен волонтерский отрат «Милосерность» В его склад выходит в ученик старейших классов На допомогу одиноким и людям, которые живут одни, они готовы прийти в любой час Перед ребятами ставится задача и они с ее оперативно справляются Мы помогаем тем людям, которые нуждаются в нашей помощи Но это в основном пенсионеры, в основном одинокие Им необходима мужская сила Мы в основном убираем дворы, копаем огороды Если необходимо, выбиваем ковры, то есть приучаем наших ребят к милосердию Стараемся, чтобы они росли с заботой о старшем поколении Чтобы они думали о том, что их сильные руки нужны нашим пожилым людям Сегодня волонтеры отрады «Милосердность» 11-й школы были у гостях у Ираиды Казачук Женщина уже 11 годов на пенсии, живя одна Недавно возникли проблемы со здоровьем Справиться с всеми хатными справами, а тем больше выконовать работу на огороде, ее уже складано А так хочется выросшивать свои бульбу, огурки, помидоры, бураки, моркву, цебулю Вось извернулась Ираида Анатольевна по допомогу дошкольников Попросила их перекопать с некоторых градок С просьбой волонтеры справились охотно и навод потекавились эти непотребные еще что сделать Мне рассказали об этом друзья, я решил им помочь, потому что мы должны допомогать своим Ну как бы должны делать в таких акциях добро, как делают для нас бабушки, девочки, ну и другие люди Бывает иногда такое, что, например, дети забывают про них и некому помочь И если есть такая акция, можно, ну почему бы не помочь им У дельников акции «Мы выбираем допомогу пожилым людям» можно было убачить в минулые выходные на Восиньском сельскохосподарчем Кирмаши Они препоновывали свои послуги пожилым летчанам Были готовы донести бульбу, садовину и городину до машины, автобусную припинку и навод доставить домой Но почему эти городжане застерогой относились к такой допомоге? Хотя были и те, кто согласился на препонову волонтеров БРСМ и не пошкодовал Працовать они будут и на Кастрышницких сельскохосподарчих Кирмашах Поэтому летчанам стоит принять их допомогу, потому что молодцы препонуют свои послуги от широго сердца И в качестве поддяки ей достаточно слово «дякой» Многие их не замечают и проходят, отводя глаза Это обездомных животных, которых так часто можно увидеть на улице Правда, среди прохожих встречаются те, кому не безразлична судьба четвероногих Одни помогают им найти хозяина, другие забирают к себе В благодарность же последние получают верность и преданность животного О том, кто и как помогает братьям нашим меньшим в Лиде, в материале Лилии Мязитовой Кошка ищет себе дом, собака ждет своего хозяина, котенок нуждается в передержке Сотни подобных объявлений в социальных сетях призывают обратить внимание на судьбу четвероногих И не остаться равнодушными Приюта для бездомных животных в Лиде нет, но есть люди, которым не безразлична судьба бродячих кошек и собак Не жалея своего времени и сил и средств, они приходят на помощь хвостатым Любой человек, который на улице подбирает бездомное животное с желанием ему как-то помочь, пристроить или ну просто не может пройти мимо Должен в первую очередь помнить о безопасности, то есть о своей личной безопасности, о безопасности своих домашних животных и своих, своей семьи, детей, мужей и всех остальных То есть в первую очередь, первая, самая главная задача отвезти к ветеринару Отвезти к ветеринару, проверить на наличие инфекционных заболеваний, таких как лишая какие-нибудь там чума и бешенства Если животное не заразное, его можно забрать домой, приютить хотя бы на время, на коротенький срок Ключевое это первые сутки, потом уже подключатся волонтеры, опытные, профессиональные, помогут найти какую-то передержку более долгосрочную Заботливую семью посчастливилось найти лорду Личанка Марина напуганную дворняшку нашла возле своего подъезда и не смогла пройти мимо Она подобрала четвероногого После всех необходимых процедур, карантина, прививания и консультации у кинолога Начался самый трудный этап – поиск лорду хозяев Требования к желающим предъявлялись строгие Необходимо иметь свое жилье, минимальное знание о воспитании собак и, конечно же, любить животных Обязательным условием было и удачное прохождение испытательного срока К сожалению, никто из претендентов не подошел Из статного лорда забрали родители Марины С ними он благополучно живет уже три года Один из тех собак, которые попали ко мне в руки и остались сначала на передержку А потом уже я его оставила себе насовсем Это пес Лорд Ему три года Мальчишка изначально был достаточно очень сложный и тяжелый Потому что абсолютно было атрофировано чувство хозяина То есть он был беглец, не было никаких привитых хороших манер Поэтому пришлось, конечно, с кинологами с ним повозиться Но научились хорошо ходить, хорошо себя вести в обществе Родители Марины – Лариса Владимировна и Михаил Николаевич Не раз помогали найти приют замерзшим, голодным и напуганным животным И хотя изначально они настороженно относились к четвероногим Теперь все свое время отдают собакам На их участке благодаря неравнодушным людям Были построены несколько комфортабельных будок Которые утепляются на холодное время года Я хозяйка хутора У меня очень много собак Собак содержит моя дочь Привозит сюда Я не против собак Я их тоже гляжу Я очень рада, очень рада, что моя дочь – доброта У нее главная доброта Собака Лайма – одна из тех, кто сегодня ждет своего хозяина Западно-сибирская лайка уже три года находится под пристальным наблюдением личан Сотни лайков и репостов в социальных сетях пока не помогли найти того, кто хочет взять эту собаку Я жила в Минске несколько лет назад Мне позвонила девушка поздно вечером И сообщила о том, что в Лиде возле магазина на Слободе Лежит, очень плохо себя чувствует, умирает Мне сказали, породистая собака Ну, после того, как я попыталась кого-то тут поднять, организовать, чтобы собаке помогли Никто не отозвался Мне пришлось переехать домой в Лиду У собаки был пироплазмоз или бобезиоз сейчас называют Это заболевание инфекционное Ее укусил клетч, она заразилась Она была в очень тяжелом состоянии Очень долгое время пришлось ее выхаживать Но, к счастью, собаку мы отвоевали у этой болезни, спасли И помимо вот этого вот укуса клеща У Лаймы был дефект развития глаза Конъюнктивальный дермоид Это заболевание, которое потребовало очень серьезных финансовых вложений Труда, эмоций, сил Долгое время не было денег на операцию Потом не было врачей, которые могли бы прооперировать эту болезнь Вот сейчас Лайма прооперирована Она прошла все свои лечения Она стерилизована, она чипирована, она обработана от всего Она привита от бешенства Она прекрасная, замечательная, отличная собака Но так как все западно-сибирские лайки Это рабочая порода, это охотник И эта собака подойдет только людям, знающим породу Хотя бы примерно представляющим, что это такое вообще лайки Среди десятков гуляющих по улице Лиды Собак и кошек есть те, кто действительно потерял хозяина Но есть и те, кого просто выгнали на улицу Если у потеряшки есть шанс вернуться в семью, которая ищет его и ждет То у брошенных обрести дом шансов невероятно мало Взять животное с улицы рискованный шаг Но, как говорят уже те, кто обзавелся четвероногим другом Собаки и кошки, которые знают, что такое быть брошенными, способны любить еще сильнее Ежегодный день защиты животных отмечается 4 октября Изначально он был направлен на сохранение уникальных и редких видов Но уже сегодня защита требуется привычным нам животным Офелия появилась в моем доме два месяца назад Из уличного котенка она превратилась в домашнего и холеного любимца Однако я до сих пор не понимаю тех людей, которые выбросили ее на улицу Ведь быть рядом с ней – огромное счастье Обратите внимание на следующую информацию Вблизи города Березовки находится авиационный полигон Нахождение на его территории опасно, так как есть большая вероятность Обнаружения фрагментов неразорвавшихся боеприпасов Незаконное проникновение или покушение на незаконное проникновение на полигон В том числе для сбора грибов и ягод Влечет наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин Ни в коем случае не пытайтесь проникнуть на территорию данного объекта А если окажетесь там непреднамеренно, не приближайтесь к незнакомым предметам Литчанину Богдану Мишкиню нужна поддержка земляков Вокалист Литского эстрадного оркестра, участник эстрадной студии «Акцент» И аккомпаниатор народного любительского объединения «Музальянс» Дворца культуры Богдан принял участие в отборочном туре 16-го республиканского конкурса Эстрадных исполнителей «Белазовский аккорд» Ежегодно этот конкурс собирает в Жодино юношей и девушек В возрасте от 16 до 30 лет из разных уголков Беларуси и других стран В этом году уровень подготовки конкурсантов был очень высоким По результатам прослушивания в финал вышли 16 участников В их числе ильичанин Богдан Мишкин Он исполнял песни «Колокола» и «Пожедай мне, мама» Белорусскоязычная конкурсная композиция всех финалистов «Белазовского аккорда» Уже в ротации на радио «Минская волна» Посредством голосования будет определен победитель слушательских симпатий Голосование открыто Чтобы отдать свой голос, нужно зайти на сайт «Минской волны» Голосуйте за композицию «Пожедай мне, мама» которую исполняет Богдан Мишкин Финал же республиканского конкурса эстрадных исполнителей «Белазовский аккорд» состоится в Жодино 21 и 22 октября Давайте прямо сейчас поддержим нашего земляка Богдана Мишкина И отдадим ему свой голос Он надеется на нашу поддержку До свидания Партнер программы события «Лицкий хлебозавод» Всегда ароматная и свежая продукция Выпеченная с любовью По традиционным и новым рецептам «Лицкий хлебозавод» «Лицкий хлебозавод» Редактор субтитров А.Семкин»